В Дагестане новый премьер. Абдул-Патах Амирханов утвержден в должности председателя правительства республики. Седой Каспий может стать мертвым морем. Специалисты пытаются ответить на вопрос, чем вызвана массовая гибель тюлений. Подробности в сюжете моих коллег. Всемирный день гор в стране вершин. О мужественных покорителях высот в нашем выпуске. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Абдул-Патаха Амирханова на пост председателя правительства республики. Отметим, что его кандидатуру на рассмотрение Народного собрания внес в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. За утверждение Абдул-Патаха Амирханова в должности премьер-министра проголосовали единогласно 78 депутатов. Ранее Амирханов работал на руководящих должностях в Министерстве промышленности, транспорта и энергетики республики. Минкавказа, агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, был помощником мэра Дербента. С конца 2019 года он руководил управлением Росимущества по республике. Тепло и уют дошли наконец и до сел Михельта и Целитль Гумбетовского района. Их накануне подключили к подаче природного газа. В поселениях проживают более 4 тысяч человек. По словам людей, для них это важное событие, которого они ждали несколько десятилетий. После церемонии открытия глава района вручил благодарственные письма за вклад в газификацию муниципалитета всем, кто приближал этот день. По словам руководства района, работы будут продолжены. Планируется, что до 2024 года весь район будет обеспечен голубым топливом. Дагестан получил единственный в СКФО аппарат для дистанционной ударно-волновой терапии. Дорогостоящий аппарат размещен в Республиканском урологическом центре. Это методика бесконтактного разрушения камня с помощью механических ударных волн. Он работает на основе методики бесконтактного разрушения камня с помощью механических ударных волн. Оборудование осмотрел в Рио-министр здравоохранения Республики Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Аппарат уже готов помогать пациентам. Теперь для того, чтобы избавить пациентов от патологии, врачам не нужно выполнять открытые травмирующие операции при наличии камней и дробить их через проколы. Лечение проводится дистанционно с помощью ударной волны. В 2020 году на 90% удалось обновить оснащение Республиканского урологического центра. По словам руководителя Минздрава, высокотехнологичная медицина в регионе развивается активно, и это позволит значительно снизить количество пациентов, выезжающих за пределы Республики на лечение. Конечно же, мы не хотим и не останавливаемся на том, чтобы привести достойное оборудование. Мы в том числе, еще раз повторюсь, у коллеги есть богатый опыт, у коллеги работают на саду. Конечно, профессиональная подготовка, переподготовка, комплексы со всеми, то, что я сказал сегодня, они дадут нам мощный импульс для дальнейшего развития. В жизни всегда есть место подвигу. Справедливость и актуальность этой фразы доказал Усман Шейхов из Хасавюрта. Накануне смелого дагестанца, предотвратившего похищение девушки, наградили в Муфтияте Республики. Напомним, накануне в Хасавюрте трое неизвестных мужчин попытались похитить студентку медколледжа имени Башларова, которая возвращалась с занятий. Усман Шейхов в этот момент направлялся в колледж на очередную просветительскую лекцию. Заметив неладное, сотрудник отдела просвещения Муфтията вышел из машины и предотвратил похищение. Храброму молодому человеку помогли его спортивные навыки. Абсолютно не считаю это героическим поступком, потому что мы знаем, согласно хадисам нашего пророка, верующий человек только тот, кто желает другому то, что ты желаешь самому себе. То есть считаешь себя верующим человеком, значит, твоя первая обязанность – все, что желаешь себе, желать другим. Это обычный поступок, который должен совершать каждый человек, когда он проходит мимо чужого горя. Хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Я его назвала ангелом-хранителем нашего ребенка, потому что в наши дни можно назвать его поступок героическим. Неприятная ситуация получила продолжение со знаком «плюс» на неделе в знак благодарности от имени шейха Ахмада Афанди. Первый заместитель Муфтия Абдулла Аджималаев вручил герою памятный подарок. Выражаем надежду, что поступок нашего сотрудника Усмана Шейхова будет примером для подрастающего поколения, а именно, чтобы они не проходили мимо горя людей, чтобы они всячески оказывали помощь ближнему, чтобы они были максимально полезны этому обществу. Наградой Усмана Шейхова отметил и председатель парламента Дагестана, из Риших Саидов. Он поблагодарил сотрудника Муфтията за мужественный поступок и вручил ему благодарность и памятные именные часы. За проявленное неравнодушие они оставили без внимания и подругу потерпевшей, которая в этот момент также была рядом и, проявив выдержку и упорство, пригождала путь нападавшим. На неделе в России отмечался День Героев Отечества. Этому празднику уже более века. В наше время эта дата известна как День воинской славы. Дагестан, конечно же, не стал исключением. Дань уважения настоящим героям своего времени отдавали и в нашей республике. В преддверии знаменательной даты принимала поздравления и герой соцтруда Аминат Исалова. Подробности в следующем сюжете. В 30 лет именно в таком молодом возрасте она удостоилась высокого звания Героя социалистического труда. Начала свой трудовой путь Аминат в колхозе имени Амара Чокского. Ей не было тогда и 13 лет. Отца семья потеряла на войне, а мать тяжело болела. Потому девочке пришлось рано повзрослеть. Она в составе полевой бригады наравне со взрослыми выполняла непростую работу. Работала и в поле, с коровами, за станком на заводе и даже в больнице с санитаркой. Жизнь меняла ей адреса проживания и места работы, но неизменным оставалось в ней одно – любовь к труду. Гости тепло поздравили ветерана труда с праздником, пожелали ей крепкого здоровья и передали цветы и подарки от имени Сергея Меликова. Сегодня мы эту миссию исполнили. Действительно, очень молодо, красиво, хорошо выглядит своим годам. И заодно, конечно, мы зачитали Сергею Алимовичу поздравления. Мне особенно приятно было, когда заслуженные люди, директор школы и сама герой дали оценку работе нашему руководителю из дюрта. За большой вклад в развитие животноводства в свое время Аминад Исалову удостоили звания Герой социалистического труда. Она разделила судьбу тысяч сирот, поднимавших своими детскими руками экономику разрушенной страны. Жизнь не баловала ее никогда. Аминад похоронила двоих детей, но, несмотря на трудности и лишения, выпавшие на ее долю, сумела сохранить оптимизм. Она оглядывается назад без сожаления. Мне уже недолго осталось жить, но я желаю вам всем всего наилучшего. Здоровья и счастья вам и всем нам. Она прожила достойную жизнь и живет в окружении детей, внуков и правнуков. Герой труда оставила потомкам прекрасное наследство, блестящий пример любви к родине и честному труду. Патимат Ханапова, Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Дагестан – лидер здорового образа жизни среди регионов России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости по итогам года. Помимо Дагестана в тройку лидеров вошли Чечня и Ингушетия. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество потребления алкоголя и табака, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда. Систематическими занятиями физкультуры и спортом охвачены более полутора миллионов жителей республики, что составляет почти 50% от общего числа населения Дагестана. Также стоит отметить, что занятия спортом занимают особое место в жизни граждан региона. Проводятся соревнования, где спортсмены занимают первые места и получают высокие награды. 11 декабря весь мир отметил значимую экологическую дату – Международный день гор. Это особенный праздник для Дагестана, настоящей страны гор. Они покрывают более половины территории нашей республики. Наш следующий сюжет об истинных ценителях красоты и величия горных вершин, которые посвятили всю свою жизнь их покорению. Зевдину Ника Магомедову 72 года. Всю свою жизнь он был тесно связан с горами, но в разных амплуа. Сначала Зевдин увлекался горным туризмом, а затем начал возглавлять поисково-спасательные отряды во время чрезвычайных ситуаций. Так простой его интерес перерос в профессию. Теперь он и заслуженный спасатель России, и мастер спорта по горному туризму. У нас раньше была такая поговорка, если мешает работа, бросай работу. Если жена мешает, бросай жена. К моему счастью, жена попалась тоже у меня хорошая. И я работал в областном совете по труднодательству, где это нужно было все развивать. И поэтому мне все это повезло. Я один день не знал, что такое воскресенье дома. Я все время ида. А следующий герой нашего сюжета Рашид Гаджиасулов работает в фонде социального страхования, но это не помешало ему покорить Эвереста. Он первым из дагестанцев зашел на самую высокую вершину земли. На подготовку у Рашида ушло порядка четырех лет. Историческое восхождение на Эверест Гаджиасулов совершил в возрасте 49 лет. После Эвереста я изучаю красоты дагестанских гор. Это не початый край. Поверьте, здесь еще красивее. Я увидел, я был в Памире, Средней Азии, Гималаях. У нас тоже очень красивые горы. Горами недостаточно восхищаться, говорят герои нашего сюжета. Если вы хотите их покорить, важно быть готовым к трудностям и, конечно же, ознакомиться с правилами безопасности. Горы любят смелых, но осторожных. Горы миллион нет, еще столько будет стоять. Ходить надо, конечно, но соблюдение всех правил безопасности. На ура не надо. Лучше гор могут быть только горы. Даже после покорения самой высокой вершины, говорят альпинисты, интерес изучать другие не угасает. Каждый рельеф и каждая высота уникальны по-своему. Ватиман Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Массовая гибель тюленей зафиксирована на берегу Каспийского моря. В соцсетях появились видеоролики и фото, на которых видны туши мертвых животных, плавающих в воде. А между тем, Каспийский тюлень занесен в Красную книгу России. Изучала тему Патиман Ханапова. Ласты кверху на теле раны. Погибшие животные на песке. Эта смертельная картина никого не может оставить равнодушным. И прошел мимо и заслуженный спасатель России Зевдин Никомагомедов. Именно он и начал бить тревогу, когда стал находить туши тюленей во время своих утренних пробежек. Я каждое утро хожу на физзарядку, на пробежку, на прогулку сюда. Вот недавно обнаружил 9 тюленей. Я ничего не стал говорить, писать, но потом в следующий день пошел, обнаружил 17 тюленей. Я потом снял на видео и выложил на своей странице, на инстаграм. Мертвые тюлени, по словам Зевдина, пролежали на берегу около недели. Теперь же массовая гибель Нерпы стал поводом для проверки. В России природоохранная прокуратура вместе с учеными выясняют, что же стало причиной смерти почти 20 краснокнижных тюленей. Пока же можно только предполагать. Предварительные причины у нас сейчас основные две. Это загрязнение, попадание источных вод и отравление среды водной. И основная причина, вообще номер один, то что мы придерживаемся, сейчас проводим анализы, это браконьерские китайские сети. Типа путанка, в которых тонут тюленя, и которых выбросило, получается, в таком количестве из-за штормов. Две недели были шторма. Каспийский тюлень на грани вымирания. По словам ученых, за последние полвека его популяция сократилась с миллиона до сорока тысяч. Инцидент с массовой гибелью Каспийской Нерпы происходит уже не в первый раз. Четыре года назад на побережье были найдены почти 300 мертвых тюленей. И тогда установить точную причину трагедии так и не удалось. Я могу десяток теорий сказать, почему они могли быть, но все это надо проверять тонкими лабораторными экспериментами, анализами. Требуются просто серьезные научные исследования этого вопроса. Иначе однозначно ответить на этот вопрос просто невозможно. В скором времени, по словам специалистов, на побережье будут установлены информационные щиты с номерами телефонов, на которые можно звонить при обнаружении мертвых животных. Кроме того, планируется создание интерактивной карты слива сточных вод и организация работы берегового патруля. За состоянием акватории будут также следить волонтеры и студенты экологических факультетов. Чтобы спасти популяцию редких животных, сделать предстоит многое. Владимир Ханнабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Помощь тяжелобольным. В Махачкале на базе 3-й городской больницы открылось отделение для палеотивной помощи для взрослых. Стационар оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции и легких. Подробнее в нашем сюжете. Палеотивная помощь – это в основном уход за теми, чью болезнь уже практически невозможно излечить. Единственное, что остается – продлевать срок жизни и облегчать болевой синдром. В отделении палеотивной помощи в 3-й городской больному с неизлечимым прогрессирующим заболеванием подбирают или корректируют схему обезболивания, помогают избавиться от одышки, тошноты, отеков. Палеотивные пациенты у нас бывают разные, ситуации тоже бывают разные. И в основном в чемоданчике присутствуют самые необходимые препараты для оказания первичной помощи. Этой женщине 42 года. У нее неутешительный диагноз – четвертая стадия рака носоглотки. И все, что ей сейчас хочется – провести эти тяжелые дни жизни так, чтобы не было больно, одиноко и страшно. А ведь палеотивная помощь – это не только лекарства и процедуры, но, пожалуй, прежде всего человеческий подход со стороны врачей, в котором очень нуждаются такие тяжелые больные. Пациентка получает все необходимое питание через этот зонт. Его вводят в жидком виде или в полужидком виде специальным шприцом. Врачи 3-й городской больницы не только принимают в своем стационаре, но и выезжают на дом к больным. Кажется, что в их огромных чемоданчиках есть все, что нужно, и даже имеется портативный УЗИ-аппарат. С появлением палеотивных центров оказывать такую специализированную помощь стали гораздо быстрее и качественнее. К тому же с дальнейшим сопровождением больного в постоянном уходе. Если они будут звонить нам, мы будем приходить, оказывать им эту помощь бесплатно. Уход, обработка, обезболивание. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Жители многоэтажек на Нахимова 13В в отчаянии. Их придомовую территорию никак не включат в план программы по благоустройству. А ведь счастье было так близко. По словам местных жителей, практически все дворы соседних территорий отремонтированы. В ситуации разбирались мои коллеги. Ни двор, ни дороги. Наши дети падают, ноги ломают, руки ломают. Бабуленьки тоже. Моя колена уже коллегой стала. Мужики инвалиды. По документам практически в центре, а по факту, как на забытой окраине. Уже несколько десяток лет у местных жителей такие ощущения вызывают их полуразрушенный двор. Своими силами не так давно они сделали детскую площадку. Недорогую, скромную, говорят жильцы. Но так долго продолжаться не может. Мы как можем, вот так, как говорится, стараемся содержать его. Раньше мы и красили, и эти доски, эти лавки мы сами сделали, деньги собирали. Эти деревья мы сами сажали. Это все наша заслуга. Но сколько можно? Когда мне было пять лет, в этом дворе не было ни одной машины. Была прекрасная детская площадка. Все мое детство прошло вот здесь. Я сейчас не могу выпустить своего ребенка во двор, потому что ему элементарно негде играть. Близко даже нет территории, куда я мог отправить своего ребенка и быть уверенным, что он комфортно, в безопасности находится и проводит свое время. Жильцы этих домов неоднократно обращали в соответствующие инстанции с просьбой включить их в программу. Но ответ один – нет финансирования. Рассмотреть их двор могут лишь к 23-му году. Но ждать люди устали. Ровный тротуар и гладкая дорога во дворе дома. Вся эта красота у соседей, говорят жители дома, но никак не у них. Все дворы отремонтированы, хотя эти дворы были на много лучшем состоянии, чем наш двор. Посмотрите на нашу придомовую территорию. За 20 лет нас сколько угодно собирали денег, но ни разу никто не вышел, элементарно деревья не окопал. Но какой смысл оплачивать? Я тоже себя, например, считаю уже за дурака. Получается, я оплачиваю в карман какому-то человеку, который за 20 лет ни разу ничего не сделал в нашем дворе. Оказать помощь жителям обещает и ОНФ в Дагестане. Они будут следить за развитием событий и постараются использовать все рычаги, чтобы двор включили в список по благоустройству. На самом деле дворы нуждаются в благоустройстве, это очевидно. Но дело в том, что программа благоустройства уже расписана вплоть до 2022 года. И есть возможность у жителей данных двух дворов попасть в программу благоустройства на 2023-2024 год, что в принципе вполне реально. Думаю, что нам удастся убедить городские власти для того, чтобы включить эти дворы в программу благоустройства, привести их, что называется, в порядок. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Представители детско-юношеской автошколы, Министерство образования Республики совместно с сотрудниками госавтоинспекции навестили семью погибшего под колесами автотранспорта семилетнего мальчика. Трагедия произошла в минувший четверг. Водитель допустил наезд на переходившего в проезжую часть дороги ребенка, спасти которого не удалось. Как выяснилось, семья, в которой проживал мальчик, испытывает финансовые сложности. Для нее приобрели набор продуктов первой необходимости. Кроме того, в школах Республики сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, напоминающие о важности соблюдения правил дорожного движения. Подобные беседы направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности. Отметим, что с начала года в Дагестане произошло 160 ДТП, в которых погибло в том числе 16 детей. Единство и сплоченность народа в деле пропаганды спорта и здорового образа жизни. Накануне представители Муфтията Дагестана встретились с известными спортсменами, выходцами из лакских районов. Подробнее расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Состав гостей на этой встрече впечатляет. Чемпионы мира, Европы, медалисты крупных международных турниров. Всего порядка 50 тюдлованных атлетов. В одном зале собралась практически вся спортивная элита лакского народа. Конечно же, это очень необходимая встреча на сегодняшний день для нас, чтобы мы узнали друг друга, наш народ сплотить, объединить, чтобы мы как один кулак находились рядом, когда нужна наша помощь, поддержка любому человеку из нашего общества. Атмосфера братства и позитива. Старые знакомые, приятели и товарищи по команде. Большинство спортсменов-лакцев прежде виделись только на турнирах или сборах. Здесь же, в неформальной обстановке, они смогли познакомиться поближе и поднять актуальные темы. В основном говорили о важности единства и сплоченности лакского народа. Надо подумать о нашем будущем, о нашей молодежи, насколько она будет чистой, насколько эта молодежь будет любить здоровый образ жизни, спорт. И наша задача сегодня популяризировать всех наших героев нашего народа, дать возможность нашим детям, нашим внукам знать их, брать равния на них, идти рядом с ними. Здесь диалоги, много вопросов бывает, и спортивных, и воспитательных, чтобы взрослые могли объяснить молодым, как двигаться в спорте, как находиться в данный момент жизни, в своем месте, чтобы человек находился. На самом деле, мы давно нуждались в таких мероприятиях, чтобы вот так собираться, чтобы мы сплотились. На другие нации смотришь, которые сплоченные, даже за них гордишься. А еще, если будут свои такие братья, тем более лакцы, они сильный духом народ, мы можем еще крепче движаться вместе. Когда человек знает друг друга, общается, приветствует друг друга, конечно, они способствуют обнимению. Не только лакца, вообще, и других наций тоже. Вообще, эти мероприятия надо проводить чаще. Координировать совместную работу будет Лакское молодежное общество. В планах у этой общественной организации усилить пропаганду здорового образа жизни. Именитый спортсмен, по словам Мухаммад Маннара Бариева, это своего рода пример для подрастающего поколения. Поэтому в нем должны сочетаться лучшие моральные и нравственные человеческие качества. Наша цель была, во-первых, объединить, узнать друг друга так, как не все друг друга знают, усилить братские отношения. В дальнейшем совместно работать, объединяться во благо своего народа, для подрастающего поколения, чтобы было примером, показать им пример объединения. Наставлять их так, как молодежь, основном, они берут пример со спортсменов, чтобы они тоже могли выходить к ним, показывать какие-то мастер-классы, говорить какие-то правильные слова. Курбан Рагимов, Халид Ахмаев, телеканал ННТ, Каспийск. Хасан работает совсем в другой сфере, далекой от искусства. Он является руководителем отдела просвещения при Муфтияти Дагестана в Кумтар-Калинском районе. Но 10 лет назад Хасан всерьез увлекся каллиграфией, и когда есть свободное время, всецело посвящает себя своему любимому делу. Для начала, у меня как бы было с самого детства влечение в рисование, с детства рисовал, ходил немного даже на художественную, рисовал портреты людей. И вот после того, как поступил в Мадресе, уже даже будучи вообще не зная арабский язык, но все равно мне понравился именно этой каллиграфии. И просто, как бы сказать, для интереса так начал практиковать, писать, просто как для интереса, потому что привыкший был рисовать, что-то делать. И вот так как бы пошло, 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 и уже на такой уровень поднялось. Его работы выполнены арабским письмом и могут содержать слово, выражение или аят из священного Корана. Идею подает сам арабский язык, и замысловатая вязь графических символов превращается в произведение искусства. То есть сам арабский язык, это уже как бы ты что-то доносишь для человека. Художники, допустим, они какую-то картину там что-то делают, да, у них бывает какая-то цель, а это же арабский язык, он так как бы язык Корана, и уже сам, можно сказать, доносит уже что-то для людей. Про инпакование, то есть даже просто обычную цитату написать даже, красиво уже хватает даже, можно сказать. Занятие это не из простых, признается Хасан. Каждая работа требует от автора высокой точности, аккуратности и терпения. В арабском алфавите более 20 различных шрифтов, имеющих особое начертание. Самым распространенным является НАСХ. Горизонтальный, строгий почерк с тонкими линиями и округлыми формами букв. Был даже вот такой, пока мадрес я учился, один почерк, который мне очень сильно понравился, вот которым Коран написан, да, вот почерк называется НАСХ. И также в интернете я просто увидел, как один иранец, он обычной шариковой ручкой, вот в точности, как Коране мог писать. Вот это мне понравилось, и мне ровно год, учитывая, что почти каждый день писал, ровно год ушло, чтобы вот так научиться это писать. То есть это как бы, да, такой трудоемкий процесс. И да, и зависит, конечно, от терпения человека и желания. Вдохновение часто приходит к нему уже во время самой работы, поэтому символы и новые формы буквенных сочетаний рождаются в голове Хасана практически на ходу. Бывают моменты, да, вот когда что-то, идея в голову пришла нарисовать, вот в каком-то стиле что-то нарисовать, да, бывает, если такая идея пришла, уже ты не уснешь, пока вот это не нарисуешь. Такое бывает моменты, а в основном, если честно, нет такого прям вдохновения, что-то вот с какой-то целью. Просто вот как бы идея, как в голову пришла нарисовать какую-нибудь красивую картину и рисую. А еще парень использует каллиграфический прием, позволяющий рисовать живых существ, как сумму арабских букв, переплетенные в нечто наподобие контуров животного. Но чаще всего Хасан пишет хадисы с глубоким смыслом, которые можно передать рисунком и в то же время прочитать. Мухаммад, Расулл Аллахи, Салли Аллаху Алихи, Салли Аллаху Алихи и Аллаху Магафир, Уматы Мухаммада. Особых секретов успеха нет, говорит Хасан. Усидчивость, желание и стремление. Без этих качеств не поможет в этой кропотливой работе даже художественный талант. Совсем недавно его творения впервые были представлены на выставке в Махачкале, но это лишь начало пути. И в будущем Хасан Хельмий намерен удивить и порадовать новыми работами всех ценителей каллиграфического искусства. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И в завершении о спорте. Абдул Рашид Садулаев возглавит сборную России на Кубке мира в Сербии. Турнир вольников на этих соревнованиях стартует 16 декабря. Состав команды был объявлен накануне на сборах в Крыму. Помимо олимпийского чемпиона Садулаева, цвета российского триколора в Белграде будут защищать еще 8 дагестанцев. Это победители октябрьского чемпионата России, а также тяжеловес Шамиль Шарипов, ставший в Наро Фоминске вторым. Напомним, что индивидуальный Кубок мира заменил чемпионат мира, который был отменен из-за пандемии коронавируса. От участия в турнире отказались ряд стран, в том числе США и Грузия, а также Япония и Казахстан. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова